И теперь по порядку. Для жителей еще нескольких населенных пунктов Волгоградской области печное отопление теперь в прошлом. Сегодня в поселке Равнинный Котельниковского района был сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод, который обеспечил голубым топливом и соседнюю станицу Челяково. В торжественной церемонии пуска газа принял участие глава региона Сергей Баженов, который побывал в районе с рабочей поездкой. Губернатор также встретился с ветеранами Великой Отечественной и поздравил их с наступающим Днем Защитника Отечества. Репортаж Анжелики Антипиной. Максимум внимания накануне праздника самым проверенным защитником Отечества. На встрече с губернатором Сергеем Баженовым с ветеранами Котельниковского района фронтовики делились своими военными воспоминаниями, которые отчетливы и живы и спустя почти семь десятилетий. Ведь в Великую Отечественную на фронт ушли пять тысяч местных парней и больше половины из них так и не вернулись. Под лихой очутился в полковой разведке. Оттуда потом через месяц нас сняли. Ну, затвагу получил, успел. Вот так вот. Пять из этих немцев протащили вдвоем. А первым пунктом рабочей поездки губернатора стал поселок Равнинный. Здесь зажегся факел – своеобразный символ того, что голубое топливо пришло в Равнинный и соседнюю станицу Челякова. Газификации здесь ждали несколько лет. И за это время приходилось приспосабливаться и искать варианты, как, например, обогреть школу на сотню человек. Школа расположена в трехэтажном типовом здании. Отапливалась электрическим отоплением. Двадцать лет уже. Теми силами электрической котельной просто не подтянуть такое здание. И в этом году, да, мы восемь дней не обучались в связи с холодом. Наконец, в будущем году поселковой школы должна появиться газовая котельная. Строительство газопровода здесь стало возможным благодаря реализации программы «Социальное развитие села». Как это повлияет на быт, оценят теперь почти полторы тысячи жителей поселка Равнины и станицы Челякова. Представляете, люди будут рады. Ни уголь, ни дрова проблема. Доставка райцентра 40 километров. Сейчас все вот, газ зажжется, все будут очень счастливы, надеюсь. Это сделала очень большая работа всеми представителями и областной власти, районной и местной администрации тоже вместе с жителями. Сергей Баженов поздравил селян с этим особым для них событием. Правда, пока к газу подключены далеко не все дома. Дорого обходятся закупкой необходимого оборудования. Из-за решения этой проблемы областные власти намерены взяться всерьез. И самая главная задача на сегодня областной власти – это в течение двух, максимум трех лет закончить программу газофикации, чтобы газ был в каждом доме. Сегодня, к сожалению, не все имеют возможность, не все имеют средства подключиться к магистральному газу. И наша задача вместе с депутатским корпусом при поддержке федерального центра обеспечить такую возможность каждому человеку в каждом населенном пункте. Жители Волгоградской глубинки обеспечивают продовольственную безопасность региона. И, по словам губернатора, для них очень важно наличие не только газа, но и асфальтированных дорог, домов культуры, фельдшерских пунктов, словом, всей социальной инфраструктуры. И власть должна создать все условия для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба» из Котельниковского района.